всем привет мои дорогие друзья и подписчики наступил вечер я решила для вас снять небольшое видео в общем как сказать сегодня день такой был немножко непредсказуемый вот у меня для вас даже есть две новости сейчас пока расскажу что чем и целый день занимались вот я сегодня значит училась на старшем уроке учились стих учили окружающий мир математику русский занимались уборкой в доме вот так знаете не пасхи а чисто так протереть пол и то есть пропылесосить там посуду помыть это у меня занимает массу времени потому что меня постоянно кто-то дергает там куда-то да как всегда в общем ну вот значит сегодня я ждала серёжа с работы вот мы договорились что мне сегодня будет выходной и я сегодня вечером ничего не буду готовить вот значит он заедет и купит пиццу купит роллов а в общем он купил и пиццу он купил и роллы то есть они с детками сегодня ужинали пиццей на самом деле у меня еще была жареная картошка поэтому дети ближе к вечеру кушали жареную картошку вот ну в общем серёжа кушал роллы я не кушала так как я уже говорю что я блюду до свою диету мне после 6 кушать нельзя вот на самом деле я немножко согрешила я скушала виноградинок наверное 10 зелененьких такие кисло-сладкие вкусненькие вот ну да ладно в общем вот так пришел вечер и так приехал серёжа и мы его дождались и поужинали и поэтому я пришла сюда на двор уже в 9 часов вечера что хочу сказать про свои новости в принципе для меня было небольшим сюрпризом что сегодня серёжа приехал с работу ко мне с розой домой то есть ну конечно я знал что меня серёжа романтик но что без повода вот так просто купить розу ну поверьте мне было очень приятно и вообще ну какой женщине неприятно неприятно будет да то что обычно вроде бы стандартный день будний и ничего это но не предвещает и тут на тебе красный такая бархатная роза крупная-крупная такая красота вообще конечно приятно любой женщине вот и плохая новость у меня сегодня есть она конечно для меня немножко так это в общем с одной стороны нет хода без добра значит меня будет излишки пока молока и значит пока мы будем делать там не знаю сливки сметану сыр из оставшегося до молока то есть вот что получается у нас берет одна женщина из города приезжает три раза в неделю молоко да то есть от нее в неделю у нас получается 450 рублей так вот это о господи что с моей головой почему я не могу посчитать две недели это 900 рублей четыре недели это 1800 рублей то есть меня от нее выручка 1800 рублей это выручка теперь пропадает то есть сегодня поступила от нее звонок и она сказала что значит понимаете кать вот тут такое дело мы наверное сегодня у вас берем последний раз молоко и вообще была в шоке я говорю что-то я сразу вопросы начала задавать может там что-то как-то ну не знаю там но всякое бывает молоко же цикра портящийся продукта мало ли там быстро скислось или еще там чего-нибудь гружа что случилось она мне отвечает что когда они начали брать молочко у них маленькому третьему ребеночку был годик вот и они уже пропили наше молоко где-то месяц к тому ну там где-то до осенью и у них потом началась знаете немножко такая аллергия по лицу там по телу в общем все вот так вот как сначала не придавали значение убирали там сладкое то все она я вроде бы как думала что возможно это за молока на вроде бы как-то ну и не знаем и он у них покрывал начал покрываться каким-то красниками пятнышками после того как они собрались вот я вам рассказывала в мексику они летали на да почти на три недели до на три недели почти в мексику там естественно они были но без коровьего молока не там отдыхали успели вернуться назад пока закрыли границы вот и в общем она говорит тут мы прилетели стали опять брать коровь и молоко у нас опять пошла вот эта вот реакция ёшкинку да что за такое и они решили то есть вот как мы вчера с максимом знаете сдавали анализы я вам наверное не говорила нет не договорила вчера я вам говорила что мы сдавали вчера анализы и у максим был анализ на пищевые аллергены вот но мы их сдаем потому что я говорил у максим очень сильные запоры возможно нам просто какие-то продукты нельзя кушать там например молоко там да или муку там как ну может хлеб там еще что-то мы в общем сдали и они видимо тоже на прошлой неделе сдали потому что у них уже пришел результат а результаты приходят на пищевой аллергии через четыре дня и вот значит она говорит ой катя знаете может передумали что что и вот пошли сдали на аллергены гомохелпи на пищевые в общем у нас получилось что у него реакция на коровье молоко и мы решили перейти на козье а у вас случайно коз нет грудь ой жан я их продала по осени говорю мне было уже тяжело и козы тут и коровы и вообще надо я вас понимаю но вот знаете может мы даже сами уже себе козочку наверное купим она говорит потому что у меня муж год умеет значит это доить козу может быть мы купим потому что у них большой дом хороший возле парка они такие люди приличные и там же около парка по этой же улице они тоже строят себе новый дом и там у них есть ну участок такой все таки приличный она там погуляет я научусь ее доить в общем что вот на этом и разошлись мы пожелали друг другу удачи она сказала большое спасибо вас молочко очень вкусное вот но так как ребенку не идет но в принципе да и чего и это и брать гордо понятно то есть получается у меня в неделю освобождается три банки молочка но я не исключаю того факта что а возможно у меня скоро найдется на них покупатели очень быстро мне только стоит простить за выражение заикнуться но я не знаю я уже серёжу предложила серёж давай займемся сыроделеньем сыровареньем правильно называется вот потому что хотя бы для себя вот знаете так хочется хотя бы для себя поесть волю сыра именно хорошего иногда возьмешь сыр аж скрипит на зубах а сыр скрипит на зубах по одной причине например в домашних условиях когда вы делаете сыр он будет скрипеть на зубах только когда он плохо выдержанный понимаете в чем проблема ну ладно немножко о сыре в другом в других роликах вам расскажу вот а сейчас я пришла делать дела нужно быстрее подоить коровку попоить ее покормить все как всегда и уже бежать домой там ляльки купаются у меня значит мои ванны их там папа купает они между домой вот ну что еще сказать вот так и живем ставим лайк и подписываемся на канал пока пока а а а а Субтитры создавал DimaTorzok